Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Google представила свои новенькие смартфоны линейки Pixel 7. И в этом видео мы с вами поговорим о минусах данной модели. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, и первый минус и недостаток, на мой взгляд, это, конечно же, дизайн. Но не сам дизайн. В плюсах я отмечал, что дизайн у Google Pixel, ну просто пушка, они нашли свой дизайн. Но уже второе поколение, как минимум подряд, он не изменился вообще никак. Под изменениями я подразумеваю, что, ну вообще, никаких изменений, ни одного изменения. Потому как можно было поиграться с тем же блоком камеры, но с отверстиями под модули. Или как-то их переместить, разместить, сделать больше, саму эту колбасу блока камера увеличить и так далее. Ну, пойти, мягко говоря, по примеру Apple и Samsung. Здесь же один и тот же практически корпус из года в год. Это, на мой взгляд, очевидный минус, потому что развития в этом никакого нет. Да, как я говорю в плюсах, дизайн, классный дизайн, пушка, но минорные обновления, на мой взгляд, все же должны быть. Потому как, купив прошлогодний пиксель, купив новый пиксель, ты получаешь практически устройство, внешне выглядящее, как одно и то же. Это, на мой взгляд, очевидный недостаток. Идем далее. Следующий минус у нас касается дисплея, а точнее его герцовки. В новинку установлена панель на 90 герц. А я вам напомню, что новый пиксель 7 стоит 600 долларов США. За эту цену 90 герц, но просто грабеж. У конкурентов за эту цену уже давно выпускаются панели на 120 герц. А то и LTPO панели, которые имеют частоту обновления от 1 до 120 герц. Здесь же 600 долларов и панель на 90 герц. Очевидный минус. Как вы считаете, отпишите в комментарии к данному видео. Хотелось бы герцовку в новом пиксель 7 побольше. Но здесь, опять же, как говорится, спасибо, что не 60, хотя бы 90. И кое-какая плавность все же присутствует. Но вот если бы 120, то было бы просто идеально. Далее, очередной минус, на мой взгляд, это, конечно же, сердце новинки. Процессор. Хоть я и отмечал в плюсах то, что Google не стоит на месте, делает собственные процессоры уже второй год подряд. Компания выпускает свои собственные смартфоны на своих собственных процессорах. Google Tensor в том году первого поколения, в этом году второе поколение. Но процессор так и не стал флагманским. Он выбивает всего лишь 800 тысяч баллов фонтуту. На мой взгляд, за смартфон, опять же, за 600 долларов. Но здесь, если хотите, за 900 долларов, за версию Pro, процессор, который выбивает 800 тысяч баллов фонтуту, ну, это просто смешно. Это уровень Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. Но Google просит за свои смартфоны 600 долларов. Вставляя туда вот такой вот процессор Google Tensor второго поколения. Очевидный минус. Да, компания развивается. Компания на правильном пути развивает свои процессоры. Но вот хотелось бы в новом поколении Pixel 7 чего-то более производительного. Но имеем то, что имеем. И это очевидный минус. Идем далее. Опять же, в плюсах я отмечал, что компания идет по правильному пути. И совместно с дизайном компания может играться. Изобретать цвет корпуса в одном цвете, блок камер в другом. Но в новом поколении у нас всего лишь три цвета. И Google, судя по всему, с этими цветами никак не игрались. Как я говорил, с таким дизайном можно придумать классные цветовые решения. Например, тот же блок камер черного цвета, корпус красного цвета, ярко, красиво, динамично. Но мы имеем на практике всего лишь три цвета. Базовые модели, они более ходовые, более для простого люда, не для профессионалов. Поэтому здесь хотелось бы больше цветовых решений и больше ярких моделей. Как я уже отмечал, хотелось бы блок камер в одном цвете, корпус в другом цвете, чтобы все это выглядело красиво и пестро. На худой конец, для строгих решений у нас есть же опять прошки за 900 долларов. За 600 долларов хотелось бы чего-нибудь простенького, красивого, яркого и пестрого. И всего лишь три цветовых решения, на мой взгляд, в новом пикселе седьмого поколения. Это очевидный минус. Ну и заключительный минус на сегодня, касаемый батарейки. Она здесь на 4355 мАч. И здесь становится непонятно, почему компания Google не поставила батарейку, например, на 5000 мАч, как у старшей модели. Понятно, старшая модель больше, батарейка там больше, но есть на рынке смартфоны таких же размеров и с батарейки на 5000 мАч. На мой взгляд, здесь чистая экономия компании Google. Батарейка на 4300 мАч. Казалось бы, она не намного меньше, чем 5000 мАч. Автономность за счет вот этих почти 700 мАч, на мой взгляд, будет намного меньше. Поэтому я считаю, что Google могли сделать батарейку на 5000 мАч, но путем экономии обрели своих пользователей на вот такие вот страдания в лице меньшей автономности за счет меньшей батарейки. 5000 против 4300 мАч. Батарейка в новом Pixel очевидный минус, потому как можно было сделать хотя бы на 5000 мАч. Да, оптимизация, да, голый Android 13, но все же хотелось бы батарейку в базовой модели Pixel 7 как минимум на 5000 мАч. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка вышла от компании Google, модель Pixel 7, и вот такие минусы для вас я смог найти в данной новинке. Что думаете вы по поводу Pixel 7? Какие минусы и недостатки отмечаете для себя в новой модели? Все это отпишите в комментарии к данному видео. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Dzen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok